В последние дни в церкви в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость особенно многолюдно. Десятки брещан и гостей города над Бугом стоят в очереди, чтобы приложиться к частичке мощей святого Ванифатия, заступника и помощника людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, а также тех, кто ведет распутный образ жизни. Поэтому и молятся в храме сегодня как больные этим недугом, так и их родные и близкие. Милостью Божию, полосы нашей владыки, Преосвященного Иоанна Брестского и Кобринского, на территории нашей Брестской епархии, прибыл ковчег с мощами, с того мученика Ванифатия Тарсийского. До приезда на Брестскую землю ковчег был выставлен на поклонение людям в Брестской епархии. На утренний молебен святому мученику в храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость ежедневно приходят не только местные жители. Многие спешат из центра города, чтобы попросить Ванифатия о помощи, в надежде получить терпение и исцеление, или просто помолиться за близких и родных. Очень хорошо, что едут в нашу церковь. Слава Богу, что собираются потрушки. Не зря эти мощи пришли с самого Рима, должны потрясти, сделать потрясение в нашем городе, в нашем храме, в нашем районе. Я думаю, что это великое событие, ну не только для нашего города, но для нашей страны даже. Почти месяц пробудет в пределах Брестской епархии ковчег с частицей мощей святого мученика Ванифатия Тарсийского. Кроме Бреста к мощам смогут преклониться верующие в Кобрине и Драгичине. Уже за несколько дней в храме побывало около двух тысяч человек. И у каждого свои надежды, свои просьбы и молитвы. Поэтому вера для этих людей – лекарство души, пораженной болезнями общества. Несмотря на снег, мороз и порывистый ветер, очередь к мощам есть всегда. Что движет людьми? Надежда на светлое исцеление или желание прикоснуться к чуду? Это решает каждый сам для себя. Главное – искренне верить.